Разгар дня, а в этом торговом центре по улице Трактовой почти никого нет. Полиция совместно со службой потребительского рынка и лицензирования строго следят. Все ли продавцы и покупатели в масках? Есть ли антисептики в торговых залах? А самое главное – наличие QR-кодов. С 30 ноября в Иркутской области без них вход в крупные ТРЦ запрещен. Проверяют наличие QR-кода, либо документы, подтверждающие о вакцинации. Есть антисептики, маски, ну и так далее. Дальше в самом зале проверяются сотрудники, чтобы маски были, чтобы они были надеты полностью. Если человек без маски, либо не полностью надет, то мы сообщаем об этом, либо не обслуживаем. В этом торговом центре проверяющие были вчера. Нашли нарушения. Сегодняшний рейд показал – все устранили. А вот в соседнем торговом комплексе нарушения есть. Один из сотрудников обслуживал покупателя без маски. По факту составили протокол. Недавно передача на Первом канале вышла с Малышевой. Она сказала, что маски не работают. Есть режим, люди соблюдают. Но где-то человек устал в этом дышать. Их нужно каждые 15 минут менять, эти маски. В этот торговый центр проверяющие приедут еще раз. Узнают, устранены ли замечания и есть ли QR-коды у покупателей. С 30 октября посещение торговых центров, посещение непродовольственных магазинов площадью свыше тысячи квадратных метров возможно только при наличии документа, сертификата, подтверждающего вакцинацию, либо факт принесения заболевания COVID-19 в последние 6 месяцев. Документ может быть как получен через госуслуги, так и от какого-то медицинского учреждения. Без этих документов гражданам запрещено находиться в этих торговых объектах. А эти кадры сняли в одном из клубов Иркутска. Посетители без масок, а двери заведения после 23 часов все еще открыты. По нарушениям составили административный протокол. Все ограничительные меры – вынужденный шаг. Нужно остановить распространение ковида. В последние дни в регионе резко выросло число желающих поставить вакцину. В области развернули дополнительно несколько мобильных прививочных пунктов. В Усолье-Сибирском, Шелихове и Иркутске. Например, в пункте возле стадиона труд в областном центре прививку можно будет поставить с 10.00 до 17.00. Все мобильные кабинеты будут работать вплоть до 7 ноября. Дарья Макарова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.